Я приехал к церкви, и всё как бы, блядь, гроза, дождь, блядь, походу я нихуя не выбью. Ой, блядь, подожди, ладно. Здорово, дружище, усаживайся поудобнее, не забудь, пожалуйста, поставить лайк, потому что сегодня будет долгое, надеюсь, интересное видео, и душа щипательное, потому что я сегодня могу прозрать 35 тысяч рублей, и, дружище, как бы, я, короче, психанул, психанул и немножечко вкинул. Вкинулся, вкинулся, ребята, ладно, меня зовут Саша, вы на канале Князь. Шо? Какими судьбами? Братуха, я не еду, я, это, билетики сейчас открою, видосик запишу, семью прорекламирую, и всё хорошо. Нашей семьей, надеюсь? Нет, нет, свою, вступайте вендетту. Блядь, банна. Короче, ребятушки, ребятушки, я нахожусь в семье, вообще, давай начнём сначала, подожди, стой, я знаю, я сейчас буду, короче, полчаса балаболить, и ничего не начнётся, ничего не случится, какой зад, отстаньте от меня, отстаньте от моего зада, не для вас моя розочка цвела. Так, давай, давай, я пока вот сейчас вам всё... Когда твой ваг к моему Митсюбиши проиграет? Шо? Когда твой ваг к моему Митсюбиши проиграет? Ой, господи, натянет без вазелина мой ваг. Моя РС-6, понял? Ты понял, ты понял? О, господи. Да-да-да, потом устроим, устроим, давай. Так, так, так. А, ну, как бы, нормально от души, братуха. Не, я объехал вас, ребят, извиняюсь. Душевно в душу. Нормально объехал. Короче, ребят, давай, а то сейчас это будет реально... 10 минут буду балаболить, ни одного билета не открою. Короче, давайте я буду балаболить, и потихоньку билеты открывать. Ух ты. А, ну, конечно, маски. Вот, так, начнём с того. Если вы хотите играть на хорошем GTA 5 RP проекте, Grand Roleplay, я тут играю, вот, то берёте по ссылочке в описании и переходите, регистрируетесь, вы меня поддержите, вы себя поддержите, потому что вы будете играть, опять же, на одном... На лучшем, ёптой, сервере. И, короче, когда достигнете пятого уровня, вы получите бабулесик. Плюс вы меня найдёте, я вам бабулесика дам. И если вы адекватный, активный боец, то с удовольствием примем семью Chicago Lux. Сейчас я вам покажу, где что найти. Так, смотри, видишь, я не только балаболи, я ещё, грубо говоря, и что-то делаю. Я не помню сейчас, на каком месте мы в топе. Моя семья. Chicago Lux, рейтинг семей. Так, а второе место. Кадилатку уже увезли. Топ-2, ребятушки. Находится наш семейный дом вот тут. Здоровый такой, красивый, с блэкджеком и так далее. Так что подъезжаете сюда, говорите, я от князя, я адекватный парень. Хочу участвовать в плюс 100-500 событий семейных. Тулиться, развиваться, зарабатывать. Так что берёте и вступаете в Chicago Lux. А по факту штатик неплохой. Ну, по крайней мере, я не знаю, как вам объяснить. Вы сами знаете, что я не каждый день стримлю и редко записываю видосы. Ну, давайте просто посмотрим мой онлайн, который я сегодня провёл в игре. А сегодня ещё мало, 6 часов только. Что-то я хотел понтануться, но сегодня не получилось. Ну, в принципе, играю много. Ладно. Вся суть заключается в том, что... Что я хотел? Не знаю, что я хотел. Я хотел, знаете что, билеты подкрывать. Ещё хотел взять, купить портфель четвёртого уровня. Потому что у меня с ним, как бы я коплю-коплю на него. Коплю-коплю на него. А что-то копить у меня не получается. Не получается. У меня деньги копить, он в штате стоит где-то 5-4, не знаю, 6-7 миллионов. Я хер его знаю. И каждый раз у меня что-то происходит. И, как бы, я его не покупаю. А потому, как бы, одна из причин, почему психанул, решил купить портфель. Единственное, что думал, я, как бы, возьму билеты, подкрываю, посмотрю, сколько я денег машин заработаю. И впоследствии уже решу. Мне, типа, эти деньги, там, 10 тысяч рублей потратить на портфель. Или, как бы, эти 10 тысяч прокрутить в билетах. И, может быть, я, как бы, Бобу Леса заработаю и смогу его спокойно купить. Но что-то мне подсказывает, моя удача, знаешь, поёт романсы в последнее время. Я вам расскажу, что, зачем и почему. И, я знаю, я ещё тот лудоман, и давай, давай я его всё-таки куплю. Многие такие, типа, камон, третий рюкзак же, его хватает с головой, он стоит 700 тысяч, типа, чё париться? Чё париться? Ну, как бы, ребят, мне третьего рюкзака не хватает. Я люблю ту лицу, у меня постоянно много оружия разных видов. Вот, и, соответственно, мне не хватает места. А бывают семейные МПшки, тебе надо взять побольше патронов, если кого-то убьют, поднимешь, чтобы раздать, ну, реально места не хватает. Плюс, бывает, ты поленишься, здесь же тебе, как бы, ещё силу ты прокачиваешь, у тебя вместительность, да, у рюкзака увеличивается. Соответственно, тоже всё очень грустно происходит, когда ты, там, жрёшь, пьёшь, вот, и ты всё меньше и меньше лута можешь с собой таскать, тебе нужно ехать в качалку, прокачиваться, это всё бесит. Вот, и четвёртый портфель, по сути, на 50 килограммов больше, то есть, ты вообще забываешь о том, что у тебя когда-то закончится место, это раз, и плюс, ты ещё можешь ему бесплатно скин, короче, долбануть, и я думаю, что я от греха подальше лучше куплю его сейчас. Опа, а он сразу у меня появился? Нифига. Да, только я его переодеть сейчас при вас не смогу, потому что мне нужно будет сначала всё выложить, и только потом, короче, переодевать. Да, я знаю, многие скажут, блядь, ты лох, ты, короче, мог машину навыбивать, и тогда у тебя было бы всё нормально, как бы и на портфель бы тебе хватило бы, и на всё остальное. Но те, кто меня давно смотрят, следят за моими стримами, стримами, не знаю, как правильно, знают, что зачастую я просто бывал во время стрима, закидывал там по 3, по 5 билетов, ну там максимум по 10, и мне всегда как-то на халяву чё-то-то выпадало. Вот, даже и без стрима бывал, кидал буквально по чуть-чуть, и мне нормально падало. Да чё они ржут-то? Чё вам надо от меня? Вы удачу отпугиваете. Мне ничего не понравилось. Которой нету. Чё вы уже ржут, отстаньте от меня? Уйду от вас. Уйду. Короче, не дают, но собираются на МПшку семейную. Так, ладно, друзья, короче, фишка заключается в том, что мне чё-то в последнее время не везёт, потому что, как бы, я выпадал, а мне нормально, да, с маленького количества билетов. Ну и когда там по 20, по 25 тысяч рублей вкидывал, тоже как бы падало нормально. А потом я начал закидывать, и в конечном итоге, в конечном итоге там хоть 5 билетов купишь, хоть 10 билетов, всё, удача типа тупо отвернулась от меня. Я понимаю, что это грёбаный рандом, но как-то меня это убило желание так подзакидывать, и, как бы, такой типа, ну его нахер, опять ничего не выпадет, и вот это вот всё. И чё-то сейчас как-то тоже не выпадает. И потому я решил лучше от греха подальше портфель купить, потому что если бы я его сейчас не купил, поверьте мне, нихера бы мне не выпало, и я бы ещё и без портфеля остался, был бы вдвойне лох. А как бы сейчас я, опа, а сейчас я, ну сейчас я выбиваю маску. А сейчас получается ситуация, что, по крайней мере, у меня уже есть портфель. Я, может быть, не выбью никакую машину. Опа! Ну, лотус, 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 лотус. Он недорогой, короче. Мне кажется, он недорогой. Знаете, что я хочу? Потому что меня под этот, подзнобило сейчас, подожди. Я сейчас тут заберу гарантированный приз. Это у нас СВ-шка, это 3 миллиона где-то. Да, её цена на рынке. Хоть и ГОСК у неё большая, но, как бы видите, это гарантированный приз, потому что в штате этих машин много. Что можно выиграть? Вот это вот всё, неоновые кроссовки, конечно, хотелось бы, но мне кажется, это нереально. Ну, деньги тоже, я от них не отказался бы, мне вообще бабки нужны. Аудио 6-я, Субару БРЗ, Фортерк Эксплорер, лотус. Это всё старое. Вот Ламборджини тоже старое, Ламборгини. Но, тем не менее, как бы я бы обрадовался. Потому что машина стоит дорого. Да и даже если её не продавать себе, оставить, как бы на ней тоже можно покататься. Хорошая машина. Мерседес ССЛ 65-й тоже, в принципе. Но я помню, когда я прошлый раз его выбил, я его подарил. Вот, Аньки, Вульфик. Дальше, что у нас получается? Получается у нас то, что... А, ну, МГ тоже неплохая. Ну, СВ-90 тоже неплохая. Вот, остальные, те, что Ауди, там, Субару, Форд, Лотус, я, кажется, не выбивал. Остальное, короче, я продавал. Урус тоже продавал. ГЛС у меня уже есть неплохой джип. Я нацелен, ну, хотя бы выбить... Вот, хотя бы выбить BMW M4, потому что я на ней даже, походу, еще не катался. Ренч Ройвер, как бы я все равно продам. 812-ю хотелось бы выбить, да, потому что я, кстати, на 812-й я не катался. На Ля Феррари вроде катался, а на 812-й не катался. Слушай, а может быть, это она и есть? Что-то я туплю. Ладно, короче, я уже отстал от жизни Феррари. Он когда-то Мерс выбивал. Тоже, ну, на любителя тачки, но прикольная. Гелик продал, помню, за 7 лямов. Макларен хорошая машина, но, опять же, я вряд ли себя держать буду. Мустанг хотелось бы выбить, покататься, прикалываться и продать. А вот тут самое, что интересное, да, ради чего вся эта пьянка, это Bugatti Baldy, это Lamborghini Terza, Bugatti Diva. Короче, дохера новых машин. Они все космические, но прикольные. Я тоже снимаю. И BMW M5. Вот. Так, что-то тут... Что-то... Что-то тут... Короче, а выбил я Lotus, понимаешь? Выбил я Lotus, ребята. Ну, может быть, BMW... Опа! Шмотку выбил. Уникальную одежду. Вот здесь, помимо машин, ты можешь выбить, короче, уникальную одежду. Но проблема заключается в том, что ты ее продать не можешь. То есть тебе может выпасть шмотка, которая тебе не нравится, но ты ее продать не сможешь. Но в любом случае, что, нет? Может быть, понравится. Я видел выразить эти кофты. Пацаны бегают. Это донатная кофта. Почему нет? Почему нет? Почему бы и не да, ребята? А пока это, пожалуйста, поставьте лайк, пожелайте в комментариях удачи. Вообще побольше комментариев напишите. Был бы вам весьма благодарен. Так, пока что... Пока что... Слушай, мы уже... Подожди. 10 тысяч мы отдали за портфель, и уже 7 тысяч потратили на билеты. И как-то нам не прет. То есть, походу, удача от меня отвернулась. Потому что раньше за 20, за 25... Опа-па-па-па! Но это в райд. Он его на рынке... Ну, как бы да. Его на рынке можно было продать где-то за... За 4 миллиона. Помню, когда первый раз нам выпало в райд, мы так обрадовались даже. Обзор записывали. Но все равно продавали, потому что... Пипец, как нужны были деньги. Понимаете? Пипец просто, как нужны семье были деньги. Так, сейчас ситуация, конечно, другая. Но у меня и в райд стоит в гараже. Фуловый, красивый. Так, ну, а билеты мне что-то... Ну, как бы билеты-то падают. А вот из билетов ничего толкового не падает. Даже деньги просто не падают. Слушай... А, еще знаете, что я сегодня проверяю? Вот, что я хотел вам упомянуть. И, походу, я сегодня конкретно лоханулся. Да, типа 25 тысяч рублей, походу, уйдут в небеса. А на зарплаты разработчикам не суть. Короче, я всегда открывал билеты не в прайм-тайм. То есть, там, с утра, днем, когда онлайн маленькие. Ну, вот у меня, знаешь, такая есть. Я тот еще лудоман, но и в других играх. И у меня, знаешь, такое, типа, подсознательно верю в сказки. И для меня есть сказка о том, что, когда ты что-то там ролишь, да, какие-то кейсы не в прайм-тайм, то у тебя шанс, у тебя большой шанс что-то выбить оттуда, понимаешь? Сегодня я в первый раз, да, это уже какое-то третье большое для меня открытие билетов. Вот, сегодня я в первый раз, друзья, открываю в прайм-тайм. И, конечно, если ничего не выпадет, то это будет очень грустно. Потому что пока что, по факту, ну, шмотка окей, но одна машина только выпала. И если сейчас, короче, мне ни хера не выпадет, то, блин, я буду теперь только ночью открывать. Или утром. Ну, что, ну, короче, обидно будет. Хотя нет, на стримах я открывал с нескольких билетов в прайм-тайм. Вот, и нормально падал. О, пожалуйста! Нет. Так, нет, пока что реально... Ну, слушай, я вспоминаю, короче, прошлые, ну, там, посмотрите прошлые видосы с открытиями билетов. Вот, я там, грубо говоря, уже, ну, на ту сумму, что я сегодня потратил, слушай, слава богу, я портфель купил. На ту сумму... По крайней мере, портфелю я буду, сука, радоваться. На ту сумму, что я уже потратил, я бы там выбил бы несколько машин. Князь, ты что ли? Опа! Оп! А, ну, конечно. Что такое? Это кто? О, здорово! Я этого подписчику просто. А что ты тут делаешь с оружием? Да, я не знаю, я не знаю, тут стояла, мне хороший оружие, что-то выдалось. Нет, ты вообще здесь как оказался у нас на территории? А, ну, я, короче, ходил к вам. Меня Влади сюда привел. Я из кубов. А, окей, окей. А, окей, ты, братан. Не знаю, что мне оружие выдалось вообще. Я стою вот здесь, вот, мне оружие что-то выдалось. А, я фиг знаю. А, ну тогда к Владе подойди. Я просто думал, тебе уже это все... Выпроваживать, тулить, убивать, издеваться и так далее. Все, братан. Я тебе подписчик. Все, спасибо, спасибо, что смотришь. Так, шо у нас получается? Шо у нас? Горучий жопа! Это что-то за... А! Подожди, у меня по пять, по шесть машин, сука, падало. Где моя гребанная удача? Блядь, слава богу, я взял портфель. Потому что, похоже... Я еще такой, знаете, думаю, блядь, выгоднее, выгоднее бабки пустить на билеты. Ну, типа, десятка рублей. За десятку рублей мне всегда дохренища всего падало. Просто всегда дохренища всего падало. Вот. И... Я такой, думаю, ну, по-любому же десятку, десятку выгоднее пустить, грубо говоря, непосредственно на билеты. И то есть я и портфель куплю на рынке где-нибудь, да? Там у кого-то... Да что твою мать такое-то, а? Я и портфель куплю, еще бабулесов останется. Ну, там, с продажи машин, там, что-нибудь такое, да? А сейчас я смотрю, блядь, жопа. Жопа. Слушай, ну, как бы, с другой стороны, не всегда должно везти, но... Как бы это 25 тысяч рублей сейчас? Это... Это 25 тысяч рублей! Сука, рандом почему-то такой жесткий. Это как бы... Вот. И еще, знаешь, я помню там, когда я там прошлые видосы снимал, мне там говорили, блядь, он тебе накручивают, блядь. Вот так вот много не может падать. Тебе накручивают, понимаешь? Вот, блядь. Вот, вот. Ребят, сука, накрутите мне, а? Говорят, накручивают. Ну, то есть, это третий большой, грубо говоря, вброс бабулеса. Третье видео, и это, мягко скажем, просто жопа. Это, ну, типа, самое неудачное. Но, походу, от меня удача отвернулась. Не знаю, в церковь надо сходить или что. О, ёб твою дивизию! Шо происходит? Шо происходит? Я... Я просто в шоке. Ну, хоть что, ну, хоть вторую машину твою. Я, я такой думаю, сейчас. Я выбью новую машину. Будет круто. У-у-у, у меня, знаешь, там писька начала приставать. Я такой, у-у-у! Ну, да. Да, ебать. Ой, неужели Мустанг выпадет? Глядь, это же, сука, Мустанг! А-а-а! Даже Мустанг не выпал! Блядь, серьезно? Нет, это, это серьезно? Это вот, это еще серьезно? Да, камон! Да, подожди, 8000 рублей. Давай М5, блядь, по-братски просто дай М5 и все. И все, как бы, и я нормально, я все такой, типа, окей, рандом, сегодня не мой день, но М5 есть, как бы, все, вопросов нет, это шел, дал, дал, ушел, как бы нормально. Сейчас-то, что нахер происходит-то, а? Мне вот эти вот маски, они куда вообще? Мне их что мариновать-то, еб-то? Просто, еб-то, мое почтение, душегубы феи, что за херня? Даже деньги не выпадают. Господи, где я так нагрешил-то, а? Где, 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 в чем я так нагрешил? 7000 рублей осталось. Ну, невозможно же, блядь, я, я с 500 рублей, блядь, машину выбивал, с 500 рублей, с 1000 рублей машину выбивал. За 20, за 25 тысяч, мне по 5, по 6 машин падало. Вот сейчас-то, как это возможно? Вот как? Я, я, я не понимаю. Типа, блядь, сука, у нас тут есть церковь, что ли? Мне реально надо сходить, блядь, помолиться, я не знаю, блядь. Подожди, блядь, поехали, помолимся. Блядь, не больше, что происходит, блядь. Это просто, блядь. Просто, просто, о, великий, блядь, рандом, святой гранд-РП, хуй знает, что. М5, пошли мне. Не знаю, блядь. Не знаю, стриптиз, танцую, блядь, билетик дай. Шо за хуйня? О, бог лотерейных билетов. Я не знаю, ребят, в комментариях пишите, блядь, молитву, которую мне надо сделать. Блядь, посмотри, это знак. Я приехал к церкви, я приехал к церкви, и все, как бы, блядь, гроза, дождь, блядь. Походу, я нихуя не выберу. Ой, блядь. Подожди, ладно. Шо за ты, шесть тысяч рублей. Число дьявола. Нет, такого никогда не было, я не знаю. Это, ну, блядь, ребят, ребят, ну это лотерея, это рандомно, как бы, тусахни, на такую, нет, понятно, когда там скосаря, ничего не падает. Ну, блядь, 25 тысяч рублей. Мне всегда падало, я не понимаю. Блядь, мне всегда падало. Что мне сейчас делать вообще? Как? Я думал, я думал, блядь, нормально, вертов сейчас, короче. Верты у меня будут вообще все замечательно. Круто, думаю, будет у меня все. Классно. Огонь! Блядь, Мазерати Гранд Туризм Да неужели 4 тысячи рублей осталось Ну Гранд Туризма тоже она Я если не ошибаюсь, она нихера, ну типа Как бы Ну типа мне она не нравится, я ее буду продавать Вряд ли я ее за ГОСКу Смогу продавать, я еще такой думаю, бля Выбью какую-нибудь интересную машину, новую Типа Одну, две хотя бы новых машин должен выбить Ну на них шанс пипец походу Потому что, ну по факту, по факту Тут видно, на них шанс реально маленький Потому что уже сколько вышло обновления С этими билетами Ну как бы не так много в штате Ну насколько я видел, или может я отстал от жизни Ну не так много в штате Новых тачек, знаешь Вот я видел, да, тут какую-то сумасшедшую Электричество, вот эту вот вроде я видел, да Или вот эту У нас в семье есть одна А так, я даже М5 Если не ошибаюсь, я не видел, понимаешь Вот, то есть они падают очень редко То есть это конкретно, типа Эксклюзивные тачки Я что-то слышал там за какие-то, блядь Космические суммы их продают люди Когда выбивают Ну ладно, хорошо Новые тачки не падают Почему старые не падают? Ну хотя бы этот шестиколесник Я не знаю, за сколько его сейчас Ну за пять лямов продал бы И все, я был бы счастлив Мне шестиколесник не нужен Мне нужны Мне нужны верты Мне нужны верты Вот, потому что всегда было так, что Ну, типа, тебе выгоднее покупать лотерейные билеты Чем покупать напрямую верты Потому что, как бы, ты навыбиваешь машин И с них, соответственно, возьмешь И, как бы, у тебя будут бабулеса Ты можешь тачки продать И у тебя в жизни У тебя в жизни все хорошо, понимаешь? Все замечательно Писька вырастает на 2 сантиметра Просто обупительно А сейчас, как бы, я не знаю Если посчитать Окей, 25 тысяч рублей 25 тысяч рублей 25 тысяч рублей И, как бы, что у меня? Две машины и шмотка выпала Блин, ну это жестко То есть, получается, мне верты было бы, наверное, выгоднее купить Там пять тысяч миллионов стоит вертов Надо посмотреть вообще Я давно уже не заходил Не смотрел цены Вообще, блядь, я не знаю Я знал бы Я бы тогда просто Типа, ну, шмотки какие-нибудь купил бы Блядь, все 500 рублей осталось Ребят 500, блядь, рублей Уже меньше Это 25 тысяч рублей Просто, блядь Где я так нагрешил? Реально, просто посмотри Удача отвернулась от меня Посмотрите мои предыдущие два Два видоса Как и вот Блядь, просто Подожди Ну ладно, у меня три тачки Я что-то там где-то На, ну я здесь еще танцую в церкви Правда, хули толку Подожди У меня, короче Короче О, смотри, магазин Магазин предметов Здесь дохера Шмоток Который я мог бы просто взять Купить Если я Вот этот костюм мог бы купить Полностью Бегать Он мне хоть нахуй не нужен Он мне не нравится Но я мог Я мог его Гуччи топ Я клал свой болт На Гуччи Да И там И на Романе И на Версачи Но я мог это сделать Вон, да я бы лучше Вот эту штуку купил бы За две с половиной Подожди Я бы себе столько шмоток Напокупал бы Ну камон А что мне так сегодня Не поперло Подожди Мне интересно вообще Что за шмотка мне выпала Ну какие-то такие штаны Мог бы себе взять Понимаешь Или Собрать себе Одидас костюм Да, то есть Пять тысяч рублей Просто Просто жесть Ну обувь мне не нужна Обувь у меня и так Изики Вот Короче Да, все-таки Рандом, ребята Остается рандомом И я тут Ну мягко скажем Не самый Блядь Двадцать пять тысяч рублей Сука Вот И я Мягко скажем Не самый удачливый Сегодня парень Что-то у меня Все под откос Пошло В этом штате Блядь Ребят Но он все равно лучше Короче Пацаны Все хорошо Сейчас на почту съездим Я хотя бы посмотрю Вообще Что за шмотка Я выбил Блядь Но даже бабки Не падали Понимаешь Даже бабки Не падали Я Я Хуй Не знаю Короче Это был первый И последний раз Когда я открывал В прайм В прайм тайм Короче Эти Билеты Потому что походу Блядь Ребята Открывайте ночью Открывайте с утра Потому что Вечером Да Хоть вот все Красиво Сумерки Свой Братиша Извини Я тебя не заметил Вот сумерки Вот это вот все Как бы Это красиво Но в прайм тайм Открывать Я не знаю Мне кажется Что-то Я Я верю Понимаешь Я верю В великую силу Рандома Блядь Что мне с этими масками Твою же дивизию делать Лотерея 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 Блядь Я даже сейчас Эту шмот Короче Я думал Сейчас выбью Крутых тачек И на стриме Их будут тестить Вот мне Крутые тачки Новые Шмотку Которую я выбил Я вам тоже покажу Короче На стриме Потому что Мне сейчас Два часа Разгребать Эти маски В рот Я их шатал Пиздец Вот Спасибо Кто досмотрел Это видео До конца Пишите В комментариях Повторить мне Эту попытку Или нет Может на стриме Может быть На стриме Повезет Короче Полное Полное Безус Блин Просто Слава богу Я додумался Купить портфель Всем удачи Жду вас Ребятушки На гранде Хоть мне ни хера Я не выпала Штат хороший Штат функциональный Что самое главное Очень красивый И какой-то уютный Ссылочка в описании И Всем удачи Ну не такой Как у меня сегодня была Пока